и всем привет здорово бандиты находимся на шри-ланке сейчас я вам покажу такой обзор отеля который называется санимут это отель как мне кажется хотя он называется guest house но в принципе здесь есть отдельный рецепт что здесь есть комнатки полностью оборудованы не знаю почему называется guest house держит его семья один владелица и у этой же семьи есть внизу как видите мини-шоп шалака и кажется это его же travel офис то есть агентство путешествий где можно купить экскурсии также него можно арендовать такси и байк и так далее вот так вот выглядит отель наверху кстати тоже есть комнатка с синим баком стоит это тоже комната и возможно я там буду жить через пару дней перед отелями есть такая небольшая площадочка 1 для ваших байков и 2 номер 2 эта стена какого другого отеля с бассейном есть два пути чтобы выйти из этого отеля можно идти вот так вот на пляж поэтому коридорчику и потом свернуть через кафешку либо вы можете уйти на главную улицу вот по этой дороге в основном оттуда вы будете приезжать вот здесь есть еще в тупике пара отелей но я не знаю какие они также рядом есть и где попастирать одежду аренда байков да все есть все в пятиминутной доступности вот так выглядит наш отель на третьем этаже номер мы потом посмотрим здесь есть магазин самыми обыкновенными ценами как я посмотрел там бутылка воды стоит 130 рупий ну на наши делите на 5 где-то 25 рублей пару лет назад до какой пару наверно года четыре назад в индии я брал за 20 рублей литр привет то есть можно взять хлебушек водичка сладости к чаю какие-то ты че лежат чипсы очень дорогие орешки кешью по-моему 900 рупий почти 200 рублей за упаковку грамм 100 150 есть какие-то мыльно-рыльные немножко шампунь и зубная паста я взял здесь зубную пасту и щетку потому что они тут что-то по цене вышли рублей на 50 за все самая обычная шутка и самая необычная зубная паста не за похоже на горчицу какие печенюшки из этого же магазина можно попасть в офис турагентства его же здесь какая-то информация о нем здесь вас по турфирмам по турпоездкам про инструктирует а также мы можем выйти или из магазина или пройдя через сам магазин попасть непосредственно в холл или в лобби гестхауса он здесь технические помещения помещения для жильцов работников почему не понравилось здесь есть пруд въезд хаусе есть пруд живыми рыбами и некоторые из них черные их не видно не задержать свет включить то есть буквально вот вход в рецепшен кстати в отеле есть камеры какая-никакая безопасность и пруд это лестница в никуда здесь опять же помещение какие-то для жильцов кухня и из лобби мы можем попасть вот в зону приема пищи небольшое такое помещение все вот отсюда я прошел и попал в зону кафе здесь можно посидеть покушать на завтраке завтраки не сказать что там шведский стол самый обыкновенный и здесь есть даже книжечки вы можете почитать что-то на английском но есть вот на русскими понравился философские сказки истинная правда какая-то информация сюда идти эта кухня но сюда у гости не ходят а здесь кажется уже другое заведение потому что повторно здание из прачечной или чей-то дом вот так сейчас мы выйдем немножечко назад и и отправимся на третий этаж посмотрим комнату кстати у этого товарища есть байки в аренду вот этот байк он мне предлагал 125 кубиков три с половиной тысячи рублей примерно на наши я посчитал за неделю есть я возьму на неделю получится три с половиной тысячи данному немножко проехаться по моему чуть-чуть трудновато заводится не знаю больше него байков нет я походил по соседним местам кто-то предлагает байк ну чуть подешевле на там же 110 кубиков объем двигатель то есть он будет чуть хуже в горку вас тащить но на одного человека наверно неплохо а другие предлагают за те же 300 тысячи неделю оставить паспорт залог паспорт не оставлять не захотелось здесь же хозяин отеля меня уже знает поэтому он может отдать мне байк без паспорта за денежку сейчас поднимемся наверх здесь вот на втором этаже тоже есть несколько номеров по моему здесь по четыре номера такая небольшая площадочка здесь можно посидеть вечерком с видом на стену вот вот за этим деревом за этим деревом в общем-то видно океан с третьего этажа мне уже его видно здесь че плохо дождик когда пойдет в общем-то вас намочит съесть номер номер один скажем так и два и соответственно с другой стороны точно также два номера есть где вы можете заселиться окна большие крупные среда наверно это хорошо минус только тут в том что уходят люди иногда снимают вас вот точно так же здесь вход 1 2 2 номера вот кухня который я сейчас был там какие-то помещения здесь вид из номера будет на чьи-то чью-то территорию чей-то дом чей-то отель и там вдалеке уже заросли номер который мне дали находится на третьем этаже ну чуть позже к нему пойдем у меня нравится наличие камер и стать очень много всяких лампочек висит но в этих лампочках патронов ничего нет здесь тоже на было как мыло или тех того тушителя кстати здесь можно погладить вещи не знаю кто этим будет заниматься если вы пакетником поехали здесь есть два вида огнетушителя один обычная другой видимо цель по всему тушит гору масло электрик то есть видимо какие-то горящие электрические приборы или горящий бензин и так по узкой лестнице мы поднимаемся на третий этаж здесь есть несколько номеров мой номер не самый удачный потому что он находится посередине и если кто-то будет ходить это не у меня будет ходить соседний номер здесь вот например никто сюда не пойдет кроме как жители этого номера вот такая вот волшебная лампочка которая нет и секретные номера видимо для тех кто хочет чтобы его никто никогда не потревожил вот здесь вот закуточки не знаю почему был не поставить дверь вот здесь предбанник наверное потому что там есть вход куда-то наверх и так не знаю зачем здесь стол стоит вот такой пейзаж вот такой нас колючек света ржавчины открывается дверь прекрасное окно которое выходит как я покажу уже на электрический столб но если не смотреть на него вы за пойму видите море сейчас нас немножко такая пасманная погода поэтому все сливается но вот я вижу там скалы моря флажок ну пейзаж в общем-то хороший чё нет вот это не очень хороший пейзаж и так вы заходите я рекомендую оставлять шлепанцы снаружи потому что вы не внутри вы нанесете песка я песка уже нанес поэтому оставлю здесь окно будет у вас скорее всего все время зашторена потому что ну солнечного света вы конечно не увидите к сожалению ну как бы кто-то будет здесь ходить наверное вам не очень хочется чтобы на вас смотрели когда вы вышли из души например можно так открыть окно и выглянуть вот надел тут теперь двумя руками запирать добавим немножечко света какая-то реклама на двери здесь есть кондиционер кондиционер есть пульт я пока не разобрался почему там работает с первого не с первого раза он функционирует но я как-то приноровил 7 там батарейки отходят и надо несколько раз стукнуть в общем не разобрался вот такая вот мебель честно говоря не смущает она может немножко старенькой есть что-то такое ну есть и есть не развалилась пока я выдвину да и фиг с ней и зеркальца есть какие-то стулья который выполняет роль вешалки стулья шмоток такой шкафчик когда я пришел немножко было грязновато валялась какая-то слюда типа как от пачки сигарет но умеет не сильно смутил ладуф я выкину ну и так чуть-чуть пару пылинок под кровать и ничего особо такого не заметил более-менее чистенько или на летучий конечно здесь чем-нибудь да нашла понравился балдахин из-за балдахина не могут вам всякие мошки залетать и пристать а вот пыталась какая-то гадость так что балдахин нужен окажется от комар кондиционер работает нормально очень холодно в принципе можно получать включить и все и есть вот такой вентилятор работы довольно таки тихо на первой скорости если добавить его будет трясти включать для светильников что касается безопасности в принципе внутри есть шкаф вот увидите заперт нужно будет найти ключик вот здесь он он не лежит здесь всегда это я его положил вам этот не рекомендую в принципе ключ вы можете взять с собой или оставить здесь отпираете сам обычный шкаф почему собственно шкафу нет плечиков я не знаю из-за этого мне приходится в общем то вещи складывать здесь значит там они просто будут солить тухнуть ну не знаю хватает места в принципе на одного человека мне уж не так много шмоток зимние вещи можно повесить вон туда на крючочке чего классно здесь в отеле есть сейф вы можете брать туда свои деньги вводим код открывается вас лежат деньги я рекомендую не хранить себя в одной куче допустим там сверху положить там паспорт какие-нибудь ключи от дома там из-за рубли которые никому на не нужны или документы на обратку отдельно положить деньги уж если кто-то вскроет сейф чтобы он просто хватанул деньги да ушел вряд ли кто-то будет хватать ваш паспорт сейф прикольно то есть его чтобы запереть открыть нужно одна и та же комбинация поменяйте потом вот такой вот небольшой ящик опять же что мне понравилось вот это не моё вот это не моё тоже есть здесь не клон наверно кто-то пытался ставить зарядку кажется ноутбука и типа того вот в такие розетки розетки здесь не как в россии то есть у них вот здесь есть три отверстия технических ну что ж пойдемте дальше смотреть наше прекрасное заведение здесь там был телевизор но не входит на стоимость какая-то лежит фигня тюнер что ли есть стакан стакан пришлось попросить отдельно и глядите место канала вас нет удивился хозяин могу нет иначе объективе просто так не подходил холодильник не сильно холодит но морозилка нормально работает он пустой сникерс этот мой то есть вы приносите свои вещи кладете туда чего хотите вот так выглядит номерок дальше здесь была хорошая зона кухни я думаю что она не реализована просто потому что это не нужно в гестхаусе по сути есть мойка здесь по пару полочек поставить для каких-нибудь тарелок туда чайник микроволновка все влезло бы даже посудомоечная какая-то машина или стиральная машина но здесь просто не принято на посудомойка это вообще что-то элитное стиральная машина но зачем он тебя через дорогу ребята которые тебе все постирают вот наверху еще вот такое место хранения туда действительно можно закинуть чемодан но мне он не мешает и здесь мой чемодан тут такое местечко и семейный туалет вот это немножечко меня удивило да то есть кто-то сидит какие кто-то намывает свою промежность а кто-то зубы чистит да все нормально по семейному ничего не было здесь кроме вот этого пускомыла который у него в магазине продается у хозяина стоит она недорого но все-таки туалетной бумаги тоже не было пришлось за ней идти я понимаю почему они не положили не рассчитаны на что я сам ее куплю вот я упаковку сохранил бумага стоит сто восемьдесят пять рублей то наши где-то 35 рублей за какой-то обычного бумажки а так мы прикольно светленько вот это мне тоже нравится квест лампочки нет зачем тут все сюда втыкается обычной лампочки на никаких у нас тут светильников красивых нет воды горячей нет кстати вот вы наверно все таки нам учитесь но зато есть многомойник который слишком близко к стене неудобно мыть ноги но есть лейка и два крана видимо когда-то здесь может поставить бойлер кто-нибудь и будет горячий холодно с обычный унитаз и вот этот край который смывая милей с лишним ну так выглядит если вы моетесь у вас в принципе угол не особо не заметил поэтому вся вот эта зона на сырая как видите здесь чуть-чуть находил то есть видно немножечко пятнышки такой вот номер по площади он хороший рассчитан на трех человек в принципе там на кровати на двухместном можно расположить двух людей и кого-то поставить на третью кровать поставить третью кровать и положить человека у ребенка очевидно можно как-то ответ открыть окошечко проветрить дает одно полотенце за это третья кровать вот такой вот номер даже для одного можно было бы и меньшую площадь в принципе было бы комфортно крупный туалет видно грязный бассейн какого-то отеля и он на море человек собаки друг человек собаки друг это знаю все вокруг это знаю все вокруг понятно всем как дважды два нет добрее существа и и так все таки я переезжаю не на третий четвертый день а чуть позже но тем не менее вот моя комната я ее покидаю 106 из третьего этажа уезжаю в птичник на 4 которая вам и показывал вот и выдали ключик хозяин прибирает мой номер мы идем 109 это четвертый этаж здесь идет одна индивидуальная вип-лестница я раздеваюсь здесь можно оставить шлепаться вот здесь и подняться выше за что-то на наверняка отвечает эта кнопочка значное освещение видимо он сказал что я могу сидеть спокойно вот здесь внизу на третьем этаже никого не стесняться кого бы не стеснялся непонятно здесь оставил свои ботинки небольшой таком за порожеке что ли здесь вот крыша видна и часть этой крыши будет собственно крыши моего номера сначала я очень долго мучился с этим ключом на потом вроде как очень хорошо получилось открыть номер я думал он заедает а он в итоге нормальный номер находится на четвертом этаже и по сути очень хорошо прогревается сейчас здесь прохладно но на самом деле ну не очень я думаю будет холодно если отключить кондиционер из-за шума вы захотите допустим поспать в тишине то с этим проблемы так пробуем еще раз запереться изнутри кажется я разработал этот замочек ну вот такая основная часть номера это собственно кухня-гостиная не знаю там как еще это назвать маленький столик чей-то флаг забыл чей с дыркой какой-то африканской страны есть маленький холодильник я его тут подвину немножечко назад и вот пожалуйста ржавые следы за ним когда я открываю из него чуть-чуть пахнет там пара бутылок воды по месяц особо не надо не рассчитывать и ни на что есть морозилка но туда например даже бутылка воды не влезть если вдруг захотите побыстрее охладить зато у меня есть аж две ложки три какие-то кружки и электрический чайник я не заработать или нет ну я думаю что вот это иначе зачем он тут одноместная кровать и я на нету тоже пытался прилечь у меня свисает ноги то есть вот ну почти свисал если кто-то будет чуть выше меня а таких людей полно то проблем не будет с тем чтобы вас свисали многих полотенчик есть даже в количестве двух штук есть решеточка куда можно повесить там зимнюю одежду окно вид из окна хороший то есть еще чуть чуть выше мы поднимаемся сейчас при ясной погоде очень хорошо видно что в общем то у меня окно выходит на пляж на океан открывайся здесь есть такие защиты чтобы открыть окно и вы можете видеть вот пожалуйста крыша еще очень тепло где-то здесь кричат павлины вот такой вид у меня из окна он она пальма лакадивское море или индийский океан сейчас в номере работает кондиционер конечно же он сумеет я тут попытался выключить минут 15-20 я вспотел в комнате хотя например когда сидел на третьем этаже не было нормально прохладно вентилятор можно оставить на нижней наверно полосочки он будет очень тихо вентилировать не шуметь разобрался я с кондиционером в общем нужно поймать какой-то угол и он спокойно вас выключается с первого раза то же самое в моей нижней комнате нужно было хорошенько прицелиться такая же мебель старая но в принципе блин не хватает полотенчик раз плотенчик 2 бабушка связала наверное чё там у нас вилка как этот чайник что ли вроде чистенько вот передо мной тоже помыл походил помыл вот лампочка раз лампочка дала это я не знаю от чего путь если не рискнул вешать нафиг отломится здесь есть у меня ванная мы сейчас ее посмотрим в ней лежит второе полотенчиком здесь еще что-то на входе с розетками беда ты здесь я подсоединил как уже объяснял в предыдущей части здесь три вилки нужно как-то там приспособиться например в этой розетке у меня была проблема я не смог что посините же вилку и для одного то номер может быть и хорош на розеток получается я нашел раз там два за холодильником 3 не знаю придется выбирать что-то и так здесь есть шторка здесь есть окно слуховое ну все как положено общем-то туалетная бумага зато есть и кусочек мыло здесь есть водонагреватель вот такая вот вещь в принципе вода мне теплой будет кранчик один но как-то он регулируется видим еще вот здесь попозже разберусь здесь точно будет залит унитаз и вот этот коврик то есть в предыдущей комнате площадь была чуть покрупнее и подальше он унитаза был непосредственно кран поэтому сейчас все будет залито вот тем не менее здесь собственно кладовка с сейфом сейф у него стоял чей-то чужой видимо код забыли он принес ключи пытались его там открыть в итоге взяли перетащили просто мне сейф из 106 номера сюда я уже знает него код но зато ящик шкаф чуть-чуть побольше то есть сюда спокойно в лесу чемодан шмотки какие-то зимние мои там еще место хранения в принципе вот эта бесполезная кухня которая была предыдущим номер ну мне не помешало что она теперь отсутствует вот этот на ключ как запирается то есть вот такая ниша дверь практически тоже мешает вот сюда перекрывает выход ну такой номерок можно посидеть отдохнуть наверно с видом на очень хороший пейзаж что у нас тут а тут крыша ух ты тут тепло так вот она проблема азиатских розеток туда не входит наш российский розетки из-за вот этой заглушки с вам нужно какая-нибудь другая вилка который вы убираете вот эту заглушку давите аккуратненько и подсоединяйте вашу розетку не забудьте включить питание на эту розетку с носом у теперь можно заряжать телефон раз выключили можно не вынимать черри 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 черепаха панцы носит носит не от страха просто просто так и пофортила на спине носить квартиру подсоединяйте м м а